В Магаданской областной думе прошло очередное заседание. Парламентарии подвели итоги весенней сессии и обсудили несколько вопросов, в числе которых межбюджетные отношения, молодежная политика, работа профильных комитетов и развитие области в условиях деятельности особой экономической зоны. Если говорить про особую экономическую зону, она действует с 1999 года. Она одной из самых первых, Российская Федерация была введена. И действительно она сыграла очень положительную роль и эффект в социально-экономическом развитии Магаданской области. И в последние годы у нас бюджет особой экономической зоны, он в 2,4 миллиарда рублей. Это достаточные и существенные деньги для нашей территории. И он служит таким сегодня стабилизирующим фондом. Сегодня на нашей территории строится очень много объектов и социально-культурного назначения, и спортивного назначения, и промышленные объекты, и средства особой экономической зоны в рамках программы идут на софинансирование в строительстве этих объектов. А в последующем, при решении вопросов с Министерством финансов, они замещаются федеральными деньгами. Сергей Абрамов отметил, что эта практика позволяет региону развиваться в ускоренном темпе. И сейчас депутатами было принято решение усовершенствовать процедуру выделения средств из фонда особой экономической зоны для реализации важных проектов. Мы предоставили правительству сегодня право, это в освобождаемые в ходе реализации программных мероприятий денежные средства, перенаправлять на другие объекты с последующим утверждением законодательным собранием. Раньше мы на каждом законодательном собрании рассматривали и утверждали эти изменения, а потом только правительство их расходовало. Сегодня мы даем такую оперативную свободу эти средства направить на те цели, которые в рамках закона обозначены с последующим уже представлением и изменением в областной думе. Это дает возможность, она жизнь значительно многообразнее, чем мы о ней думаем. Иногда надо очень быстро и оперативно принимать решение, и вот такую возможность мы сегодня предоставили. По словам председателя областной думы, деньги могут быть направлены на различные нужды, в том числе строительство социально значимых объектов, модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры и сетевого хозяйства, поддержку малого и среднего бизнеса. На этой неделе в Магадане снова бушевала стихия. Ливень затопил не только улицы областного центра, но и квартиры горожан. Пострадали и жители 20-го дома по проспекту Карла Маркса. Натяжные потолки вздулись, с них льется вода, стекает она и по стенам. Тазики и ведра стоят во всех комнатах. Марина Панкова уверена, таких последствий бы не было, если бы фонд капитального ремонта следил за тем, как работают сотрудники подрядной организации. Дело в том, что примерно две недели назад здесь начали реставрировать крышу. Все бы хорошо, но делают это абы как. Подрядчик, который делает этот дом, он сам проживает в Хабаровске. Я, потому что не один раз с ним общалась, я говорила, будут дожди, когда будете делать. Все, все, еще дней 10 и все будет нормально. Потом они появились, работники, вскрыли крышу. Мы-то надеялись, что ее хотя бы сделают вторую крышу, чтобы можно было там после этого делать ремонт. Никто ничего не сделал. Они вскрыли, все покидали вниз и ушли. И дней 10 никого не было. И вот вчера при обильном дожде вот случилась вот такая вот у нас страшная история. Крыша в доме протекает с 2012 года. Каждую весну ее латали работники управляющей компании, но вода продолжала течь. Того, чтобы наконец-то домом занялись всерьез и немедленно добились сами жильцы. Капитальный ремонт планировался в 2023-м, но столько ждать нельзя. Приступили сейчас. По словам Марины Панковой, все соседи надеялись, что теперь можно быть спокойными. Но не тут-то было. На данный момент, я считаю, виноват фонд капитального ремонта, потому что они нанимают людей и даже, я так понимаю, не проверяют, умеют те что-то делать. Нет. Сейчас вот они забегали, а что, когда уже всю квартиру залило, весь подъезд и соседи, что теперь уже сделаешь, не знаю. О том, что в квартире пропало электричество и капает с потолка, Марина сообщила на горячую линию фонда капитального ремонта еще утром, до того, как начался ливень. Рассчитывала на быструю реакцию. Зря. В 9 утра я начала звонить, что нас заливает. Они мне сказали, все, сейчас приедем. И никто не приехал. Я вечером звонила. Никто не приехал. Как вам не приезжали, был задан вопрос, с главным инженером. Я говорю, нет, так и не приезжали. Сегодня муж в 9 утра уже был там. И они приехали, составили акт, все посмотрели. Пошли еще к соседке. А что, дальнейше сказали, что они мне известят с этим актом. А что, как дальше мы будем, не знаю. Подъезд пострадал не меньше. Несмотря на то, что дождь кончился, здесь до сих пор бегут ручьи. Стены мокрые даже на первых этажах. Причем, буквально пару лет назад жители чудом добились ремонта. Теперь надежды на то, что все приведут в порядок, почти не осталось. Ну, я спросила, что с подъездом. Было мне сказано, но еще не так было сильно затоплено. Ну, что, купим ведро краски и покрасим. А я говорю, а как же вы достанете? Он так задумался. Ну, леса может поставим. Может. Поэтому, как бы, я не знаю, смогут они что-то сделать. Но в любом случае надо добиваться. Потому что подъезд страшный теперь. Все до первого этажа. О том, кто будет устранять последствия циклона, понесет ли наказание подрядчик и возместят ли ущерб жильцам, рассказали в фонде капитального ремонта. Все подрядные организации предупреждаются перед сильными циклонами, роганами, ветрами, дождями для принятия мер по недопущению нанесения ущерба жителям. В данном случае подрядчик сработал недобросовестно. Принятые меры были недостаточны. Подрядчик ответственный за ситуацию будет возмещать ущерб. По завершении работы по капитальному ремонту отремонтирует подъезды, отремонтирует квартиры номер 39, номер 40. А между тем в ремонте нуждается не только крыша. В прошлом году жители торцевых квартир обнаружили, что углы покрываются грибком. Долго не могли понять, в чем причина. Оказалось, что отвалилась часть облицовки боковой стены. Магаданцы обратились в управляющую компанию. Там обещали устранить проблему весной, прошедшей. Сейчас собственники очень хотят надеяться на то, что обещание исполнят хотя бы летом. И в следующем году весь этот кошмар не повторится вновь. Олеся Хитагурова, Руслан Пушкарев. Специально для Карибу. На прошлой неделе мы показывали сюжет о том, что один из частных секторов Магадана утопает в мусоре. Улицы завалены отходами, бутылками и пакетами, а контейнерные площадки превратились в свалки. Об этом нам рассказал Евгений Григорьев. Он живет на железнодорожной и уже несколько лет борется за чистоту своего района. Мужчина обращался в различные инстанции, чтобы добиться благоустройства площадки и установки дополнительных баков, а еще лучше бункеров, но безрезультатно. По его словам, только после выхода нашего материала дело сдвинулось с мертвой точки. Буквально позавчера привезли на нашу территорию два новых бака, а также на мусорку ниже один бак, на мусорку выше еще не довезли. Надеюсь, что привезут еще. Это было после выхода репортажа, буквально на третий день или четвертый день. Ну, все-таки, конечно, мусору не прибавилось, но хотелось бы побольше емкость для того, чтобы загрузить крупногабаритный все-таки груз, потому как частенько сюда свозят доски, бревна и такой сельскохозяйственный мусор, который не помещается в маленькие баки. Думаю, со временем люди одумаются и не будут скидывать, мелкий бытовой мусор в крупные баки. И как показывает практика, что именно для этого неосознанные граждане используют эти баки. Маленьких, я думаю, достаточно. На нашей территории один бак, я думаю, заберут поломанный, останется три, но все-таки, наверное, достаточно этого будет из маленьких. Но крупный еще хотелось бы один сюда иметь в запасе. И также хочется очень, чтобы было благоустроено эта территория какими-то заграждениями, чтобы не разносилось с животными и ветром. Потому что на заднем фоне вы видите, какая ситуация. И у соседей не хотят делать забор. Здесь живут, так скажем, мягко говоря, гастарбайтеры. Я знаю, кто их хозяева, но достучаться мне пока не получается до этого. Один раз пытался, они здесь по-русски вообще не разговаривают. Поэтому хотелось бы какое-то влияние, что ли, какое-то мнение от руководствующих структур получить по поводу того, как можно эту ситуацию вообще улучшить. В редакцию нашего телеканала обратились телезрители с просьбой вновь поднять тему вандализма. Горожан беспокоят то, что уже несколько раз хулиганы разбивали стеклянные баскетбольные щиты на площадке в сквере имени Болдырева. Очередной случай произошел на днях. По словам очевидцев, камни в конструкции кидают подростки. Магаданцы попросили нас взять комментарию представителей спорткомитета, который устанавливает эти щиты, и узнать, почему выбирают именно стеклянные и какое наказание понесут вредители. 120 тысяч рублей ущерб. Нами ведется работа с отделом внутренних дел, ведется поиск злоумышленников. Эта площадка просматривается камерами видеонаблюдения, и я уверен, что злоумышленники будут в скором времени найдены и обязательно понесут заслуженное наказание. В ответственность за действия несовершеннолетних понесут родители, которым будет выставлен счет на возмещение убитков. И планеты мы защитники Земли. Пусть всегда растут деревья, пусть всегда цветут сады. Высадка цветов, пересадка деревьев, уборка, прилегающая к учебному заведению территории и берега Охотского моря. Это лишь часть огромной работы, которую продел отряд муравьишки. В него вошли 17 учащихся 21-й школы с 5-го по 7-й класс. Трудились целый месяц. Как отметила руководитель отряда Людмила Кривуля, группу набрали быстро. Дети с удовольствием участвуют в таких мероприятиях. Можно и свежим воздухом подышать, и о природе позаботиться, и денег подзаработать. Не в каждой, я так думаю, семье ведутся все равно беседы. Я так думаю, их приобщает к труду какому-то. Даже не касаясь этого, они понимают, что, во-первых, так как они еще за деньги работают, они понимают, что каждая работа оплачивается. И чем ты лучше работаешь, тем тебе будут лучше платить. И просто они хотят жить в чистоте, они хотят жить в чистом городе. За проделанную работу школьников поблагодарил депутат Магаданской областной думы и руководитель областного отделения Русского географического общества Александр Нестерович. Самые активные ребята получили памятные подарки. По словам Александра Нестеровича, отрадно то, что дети, несмотря на юный возраст, подходят к вопросу защиты окружающей среды очень ответственно. Не каждый взрослый поступает так же. Вообще, знаете, вот говорят чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Вот с этого надо начинать. К сожалению, мы иногда видим заложники тех мест и каких-то событий, времени, где мы приезжаем и мы с вами видим мусор, либо невыброшенный мусор, либо где-то раскиданные за собой люди не убрали, либо мусорки перевернутые. Я считаю, что каждый, наверное, человек для себя должен определиться. Во-первых, я не мусорю, да, это главное. Начинать надо с себя. Второй момент. Если мы куда-то приезжаем, у нас уже правило. Мы убираем не только за собой, но убираем все вокруг. Если каждый будет убирать за собой, то убираться уже не надо будет. Таких мест в Магаданской области очень много. Мы уже не говорим даже про общественные места, где мы с вами каждый день ходим. Эко-отряды при Магаданских образовательных учреждениях существуют более 15 лет. И по словам представителей Русского географического общества, важно поддерживать эту традицию и развивать ее. Ведь чем больше школьников сознательно будут относиться к экологии, тем чище будет природа Колымы. Руслан Пушкарев, Виталий Моряков. Специально для Карибу. Главная задача флориста с помощью букета – рассказать о чувствах и эмоциях одного человека другому. В этом уверена Марина Сергеенко. Работать с цветами она начала 5 лет назад. Причем идея родилась внезапно. Долгое время я работала в абсолютно другой сфере. С цветами я вообще не имела никакого соприкосновения. А мою жизнь поменял букет в другом городе. Я его заказывала для тети. И флорист собрал букет. Я с этим букетом выхожу на улицу, начинаю его разглядывать. Я понимаю, что я вообще не знаю состава букета. А цветы все такие разнообразные, необычные. Я просто на него посмотрела и понимаю, что я хочу попробовать. Ну, то есть мне стало это интересно. И через несколько месяцев, когда я уже собиралась покидать свое постоянное место работы, у меня случайно просто вылезло объявление, что требуется флорист. Я думаю, ну, пойду схожу, попробую. Пришла, и вот с тех пор я уже пятый год работаю во флористике, да. И мне это очень нравится. То есть я нашла свое место, я нашла свое призвание. Это очень классная работа. Многие думают, что работа флориста заключается только в составлении букетов. Но это не так. На самом деле важно знать и уметь многое. Следить за тем, что сейчас нравится большинству покупателей. Формировать заказы, принимать поставки и разбирать их. По словам Марины, растения доставляются из Голландии, в коробках. Поэтому после такого стресса необходимо позаботиться о каждом стебельке. Практически вернуть к жизни. Подрезать, убрать лишние листья, дать восстановиться и только потом выставлять в зал или использовать для создания композиции. И здесь тоже нужны определенные навыки. Ведь не все цветы могут ужиться в одной вазе. Например, пионы, они вообще не любят соседство с какими-либо цветами. Если вы покупаете пионы, то пионы лучше дарить в чистом виде. Роза, лилия с пионами, например, дружить не будут. Марина рассказывает, те, кто стал счастливым обладателем прекрасного букета, как правило, допускают две основные ошибки. Они или вовсе не заботятся о подарке, или наоборот, губят его неправильным уходом. Рассказывают люди необычные истории про то, как они ухаживают за цветами, добавляют в воду доместос, таблетки, табоксы, ставят эксперименты в одну воду уколу, в другую воду спрайты, где цветок подольше проживет. Таких опытов, конечно же, ставить не надо. То есть любой цветок стоит на чистой воде. Можно, конечно, ее отстоять, но можно и из-под крана холодную воду наливать. В первую очередь, когда вы приобрели букет в магазине, неважно, вы не смотрите на то, что флорист его в магазине подрезал. То есть этого недостаточно. У цветка, у стебля такое строение, что он интуитивно после среза начинает всасывать в себя якобы воду. Но он стоит не на воде, он всасывает воздух. Поэтому стебель завоздушивается. Вы приходите домой и обязательно стебли заново подрезаете, то есть обновляете срез. В идеале сделать это под водой. То есть включаете кран, холодную воду и прям под водой начинаете срезать. Подрезали, поставили на чистую холодную воду. Чем чаще меняете воду, тем чаще срезаете срез, моете вазу, как бы, ну, здесь уже чисто вот, чтобы было все чистенько. Потому что цветок пока стоит, разводятся бактерии в воде и, соответственно, цветок быстрее погибает. Один из самых часто задаваемых вопросов флористу – как правильно подобрать цветочную композицию для мужчины. На самом деле мужчинам дарят и просто цветы. Да, был даже такой случай, то, что пришла женщина, заказала нам букеты из бордовых роз. Но, как оказалось, мужчина любит не бордовые розы, а красные. Даже такое бывает. Ну, как правило, мужские букеты – это что-то красное, темно-зеленое, то есть как можно больше зелени. Может, зайдет орхидея. Многие думают, что гербера – мужской цветок. Но на самом деле это не так. Гербер есть и нежные по расцветке, и не каждому мужчине поставишь такой цветок. Собирают композиции очень, любят мужские. Как правило, с добавлением еще чего-то вкусненького, может быть. Ну, на самом деле сейчас мужские букеты прям набирают обороты и заходит это все в тренд. Очень часто стали заказывать на организации, на предприятии каким-то высокопоставленным людям. Да, частенько заказывают вот именно шикарные большие мужские букеты. Ну, как правило, да, это что-то такое темное, бордовое, в коричневой, в золотой упаковке, что-то такое вот стильное, красивое. Отдельное направление – букет невесты. Сейчас это, пожалуй, самая актуальная тема. И, по словам Марины, то, каким он будет, зависит от множества мелочей. Ну, в первую очередь, нужно видеть саму невесту, понимать, какой по размеру должен быть букет, потому что фотография, которая будет делаться в последующем, она должна быть красивая и гармоничная. То есть, какая прическа будет у невесты, какое платье, фасон платья, цвет платья. Может быть, у всей свадьбы в целом есть какой-то цвет, да, допустим, кто-то синий, кто-то красный. И что-то обязательно должно использоваться в букете невесты, допустим, лента атласная, да, которая будет гармонировать с дизайном свадьбы в целом. Форма букета невесты сейчас очень много различных форм. То есть, если раньше была стандартная круглая форма шариком, то сейчас и асимметричные, и раскидистые букеты, и букеты капли. Собираются букеты на портбукетницах. То есть, очень огромное количество разнообразия даже по форме букета. И это тоже важно. Понятно, что платье, если у девушки платье приталенное, да, аккуратненькое, непышное, мы не будем ей собирать огромный раскидистый букет. То есть, это будет что-то такое же нежное и сниспадающее. Некоторые ошибочно полагают, что флорист – это тот же продавец цветов. Отнюдь нет. Представители этой профессии должны отлично разбираться в сортах, видах и подвидах растений, уметь заботиться о них и знать, какой букет собрать по конкретному поводу. И, конечно, уважающий себя флорист стремится к самосовершенствованию, постоянно узнавая что-то новое, чтобы каждый следующий букет был идеальнее предыдущего. Редактор субтитров А.Семкин